Недостаточное внимание к сельскому хозяйству и сложность прямого выхода на потребителя. Эти и другие проблемы СПК обсудили сегодня в Можелесе. Серхозпредпринимателям сложно выйти в торговую сеть. Мер по развитию ярмарочной торговли недостаточно. Также была отмечена неэффективность, а иногда даже убыточная работа стабилизационных фондов. Есть факты, когда недельные средства, выделенные на закуп продукции по назначению, не использовались, а хранились в депозитных счетах СПК. В нескольких областях стабилизационные фонды не создавались. В ряде областей такая деятельность является убыточной. Есть предложение о выходе СПК из программы формирования стабилизационного фонда. В России в отношении банков, ухудшающих условия по уже открытым вкладам, начнут антимонопольные расследования. В совместном заявлении Центробанка и Антимонопольного комитета говорится, что такие действия со стороны кредитных организаций могут негативно отразиться на доверии вкладчиков в банковской системе в целом. 2018-й был непростым для нее. Сказались повышение ключевой ставки, ужесточение мер со стороны регулятора и тотальная санация финансового сектора. Однако, несмотря на это, одним из основных трендов в минувшем году стал взрывной рост потребительского кредитования, большая часть которого пришлась на ипотеку. На этот год экономисты делают очень осторожные прогнозы. Сохраняются риски усиления западных санкций и ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. Плюс к этому новые меры по сдерживанию розничного кредитования на фоне падения доходов населения могут привести к сокращению роста в банковской сфере. Если говорить о потребительском кредитовании, то есть определенные риски, что банки выздут слишком много плохих суд, и в случае умеренного ухудшения рыночной или экономической конъюнктуры резко вырастет объем просрочки, соответственно, банки понесут определенные издержки и будут либо банкротиться, либо обратятся за помощью Центрального банка. Ну, помимо того, что есть риски возникновения пузыря на рынке, есть, соответственно, и негативные ожидания, в частности, воздействия санкций. То есть, если будут введены санкции, очень жесткие, очевидно, это придет к резкому повышению ключевой ставки Центрального банка. Жители города Аягос в Восточно-Казахстанской области сидят без отопления. Причина – авария на котельной, обеспечивающей теплом многоэтажные дома и социальные объекты в центре города. С 1998 года котельная находится в частной собственности. С тех пор капитального ремонта на объекте не проводилось. Оборудование изношено. Ситуация взята на контроль местного акимата. Все силы направлены на ликвидацию аварий. В будущем будут рассмотрены возможности вернуть объект государству. С кем должен оставаться ребенок при разводе родителей? В Астане прошло заседание рабочей группы по разработке положения, в рамках которого в Казахстане проведут социологические исследования детей и родителей. По статистике, в Атырау расходятся гораздо реже. А вот стерпится-слюбится совсем не про карагандинцев, алматинцев и жителей Астаны. Они лидируют по количеству разводов. Принимают решение официально поставить точку в брачных отношениях те пары, которые прожили вместе от 5 до 9 лет. Сохранить семейный очаг или не стоит этого делать. Наряду с парами, которые находятся на грани развода, есть огромная армия свободных людей, мечтающих о создании семьи. И чаще всего на этот шаг решаются астанчане. Жители Мангистауской области Канад Абдив вдохновляют своим примером многих земляков. 30-летний парень вместе с друзьями построил детскую площадку, футбольное поле, уличную сцену и автобусную остановку. А также реконструировал 3 километра дороги в родном селе Сай-Утес. Из-за этого односельчане называют его меценатом. У Канада нет собственного бизнеса, работает он осмотрщиком вагонов. Деньги или материалы на ремонтные работы дают местные меценаты. Предприятия нам оказывают какую-либо помощь, а мы уже своими руками работаем над той же детской площадкой или остановкой. Не обязательно иметь много денег, чтобы что-то делать для своего родного края. Креативность, коммуникабельность и способность к нестандартному мышлению при решении сложных задач. В Алматы участники 15-й Международной Жаутыковской Олимпиады по физике, математике и информатике вступили в борьбу за звание самых талантливых точных науках. Интеллектуальное соревнование проходит при поддержке Министерства образования и науки. В Олимпиаде принимают участие более 500 ребят из 18 стран мира. В Казахстан представляют 23 команды. По словам организаторов, каждый год, собирая лучших учеников в области точных и технических наук, Международное жюри разрабатывает более сложные и интересные задания. Чтобы справиться с ними, нужен креативный подход и нестандартное мышление. Все задания отвечают международным стандартам. И, как говорят организаторы, победители, кроме опыта, имеют еще и шанс получить гранты на обучение в казахстанских вузах. Зарубежные вузы, даже американские, тоже принимают ее в расчет. Например, выпускница 2018 года, Аманбаева Ружана, была здесь и серебряным, и золотым призером. Сейчас учатся в Московском институте технологии. Лаборатория зеленых технологий открыта в одной из школ Костана. Там учащиеся осваивают гидропонику – выращивание растений без грунта на питательных растворах. Сейчас ученики культивируют несколько злаковых, бобовых и зелень. Лаборатория оснащена вертикальными гидропонной и аэропонной установками, специальными столами с проращивателями и лампами искусственного освещения. Проект обошелся в госказне в 5 миллионов тенге. В этом году подобные кабинеты планируют открыть еще как минимум в двух школах областного центра. Чтобы дети увлеклись наукой, такими как химия, биология, информатика, физика. Они свои теоретические знания теперь могут применять и в практике. Основная цель – дети, чтобы научные исследования вели. Посредством этого возможно завтра бизнес-проекты свои будут рассматривать. В селах Акмолинской области компьютерной грамотности обучено более 70 тысяч человек. В регионе было открыто 62 эти класса. В 2019 году такие же будут во всех школах региона. Стоимость классов – 97 миллионов тенге. В 2019 году в большинстве школ региона откроют и кабинеты робототехники. Дети будут заниматься программированием, соответственно будут подготовиться к Олимпиадам. Материалы будут сложные, вот именно подготовка. Дети с маленькими будут обучаться именно в шуточной игровой форме, элементам, азам программирования. В этой программе можно создавать различные движения, различные игры и даже мультфильмы. Дома я на своем компьютере сделала несколько анимаций. Там есть «Как кот идет за молоком», также программа «Понг», где можно играть. В немецком Берхстесгадене объявлено чрезвычайное положение. Власти просят армию помочь с ликвидацией последствий снегопада. Он не прекращается несколько дней. Прогнозы синодтиков неутешительны. В ближайшее время может выпасть еще больше осадков. Школы закрыты с начала недели. В ряде районов приостановлено железнодорожное сообщение. Равные возможности для всех созданы в первом столичном социальном кафе, в котором работают люди с особенностями ментального развития. Автор проекта – студент Амина Манаева о человеколюбии и взаимопонимании, которых порой так не хватает в современном мире. Маулин Ахметов 20 с небольшим лет реализует, как он сам говорит, жизненно важный проект. Первый в Астане социальный кафе, в котором работают люди с особенностями ментального развития. У нас цель помочь не только с трудоустройством, чтобы здесь он работал, деньги получал. Чтобы он реально почувствовал себя человеком, что он работает, что у него есть друзья. В социальном кафе трудятся более 20 людей с инвалидностью. Я работаю уже два года. Сначала открытие. И мне очень здесь нравится. Здесь очень дружный коллектив. Очень дружный. Мы вообще сначала уже как одна семья, друг за друга. И здесь очень хорошие руководители. Они очень нас понимают. Такой способ социализации практикуется во многих странах. В Казахстане пока только два подобных заведения. Амина Манаева, Султан Калдыбеков, Хабар. 20 экипажей дежурят у пешеходных переходов. Близи школ, сотрудники полиции помогают перейти в проезжую часть. Так, стражи порядка намерены снизить детский травматизм. В минувшем году под колесами автомобилей пострадали 247 школьников. Реакция разная. Водители тоже, так как наши сотрудники стоят с мигалки, с желтыми жилетками. Это уже о том-то говорит, что водители предупреждают, что снижает скорость и безопасно проезжать пешеходные переходы. Пешеходы тоже благодарны. Наш эфир продолжает программа «Большая политика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова